Инвестиционная привлекательность и новые проекты для реализации на территории Ивановской области. Эти вопросы обсудили в среду на заседании Межведомственного совета под председательством Павла Канькова. Работу начали с поручения президента о необходимости упрощения процедур ведения бизнеса. Суть проста – убрать бюрократические и законодательные препоны с пути инвесторов уже в этом году. Всего утверждено 12 целевых моделей, в том числе в таких сферах, как региональное инвестиционное законодательство, развитие малого и среднего бизнеса, получение разрешительной документации, технологическое присоединение к инженерным сетям и ряд других. До 1 марта, Манская срок очень жесткий, регион должен принять дорожные карты по достижению целевых показателей, установленных федеральным центром. Кроме того, Межведомственному совету представили три проекта. Первым презентовали специализированный центр радиационной стерилизации медицинских изделий и продукции немедицинского сегмента. Дело в том, что проект уже реализован на площадке индустриального парка «Родники». Коммерческая деятельность начата в декабре прошлого года. В правительство обратились за поддержкой в виде льготы по налогу на имущество. Уже создали более 58 рабочих мест, а средняя заработная плата составляет 27,5 тысяч рублей. При этом, если оценивать вклад в бюджеты различного уровня с точки зрения налогов и отчислений, за этот период мы планируем перечислить более 170 миллионов рублей. Другой инвестор предлагает построить животноводческий комплекс в Фурмановском районе. Комплекс рассчитан на 500 голов крупно-рогатого скота мясного порода. Основные виды продукции – это мясные кости, субпродукты, шкура консервированная и мясокостная мука. Годовая производственная мощность – мясо на кассе 75 тонн, субпродукты 36 тонн, шкура консервированная 15 тонн, мясокостная мука 60 тонн. Общую стоимость проект инвестор оценил в 100 миллионов рублей. Губернаторы профильный департамент усомнились, хватит ли этой суммы на реализацию запланированного. За 100 миллионов получить комплекс мясного производства на 500 голов, ну даже не на 500 голов, на 100 тонн в год, это вполне приличный тонн наш. Мы на самом деле очень заинтересованы сами в производстве говядины, мы по ней очень серьезно отстаем на территории Ивановской области. И сам-то по себе проект очень привлекателен. Вот вопрос финансов в селе стыкуются. Но в итоге было принято решение проекта одобрить. «Зеленый свет» получила и предложение о строительстве коттеджного поселка с домами эконом-класса около деревни Хребтово в Ивановском районе. Первую очередь застройки инвестор планирует возвести уже к концу этого года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.